здравствуйте уважаемые слушатели вас как всегда приветствует канал эзотерика для тебя друзья и сегодня мы с вами поговорим о 5 самых сильных оберегов которые должны быть у вас дома для большинства из нас дом это именно та тихая гавань которой мы спешим после напряженного дня чтобы в позитивной атмосфере в кругу семьи или в одиночестве отдохнуть от суеты и набраться сил и на следующий день с новыми силами идти на работу в таком доме у нас всегда продуманный интерьер и красивая мебель безусловно радуют глаз и делают наше жилище более комфортным и приятным но не они наполняют место где мы живем атмосферу и тепла специалисты в области биоэнергетики озвучь озвучили пять основных талисманов которые стоит иметь в доме людям если они хотят чтобы в их квартире царила любовь и был достаток друзья и далее мы с вами поговорим о том а какие должны быть у вас 5 самых сильных оберегов обязательно порядке досмотрите это видео до конца чтобы знать какие вам обереги нужно иметь именно у себя дома или в квартире друзья но сами канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал ставьте лайк если вам нравятся наши видео ну и также пишите ваши вопросы и комментарии ну а мы с вами говорим и первое что вам нужно иметь у себя дома это серебряную ложку в хозяйстве должна быть хотя бы одна ложка из серебра и она может быть абсолютно любого размера то ли она может быть столовая то ли десертная а возможно и чайная кроме привлечения денег и удачи серебряная ложка может избавить вас от болезней и недопонимания чтобы она работала как талисман для домочадцев ее следует хранить отдельно от другой посуды в темном месте обернув натуральной материи или в тканевом мешочке есть с ложки оберега возбраняется с ее помощью нужно периодически готовить пищу к примеру сварив суп или борщ помешайте серебряной ложкой зарядив еду положительной энергией которую получат все кто будет есть это блюдо заболевшего члена семьи можно быстро поставить на ноги давая ему лекарства именно из такой ложки вы спросите меня где же такую серебряную ложку приобрести ну в первом случае такая серебряная ложка может передаваться из поколения в поколение потому что когда-то еще при царе люди все ели из серебряной и деревянных ложек если у вас семье такой ложки нет то вы можете приобрести или в ювелирном салоне или магазине а также еще бывает редко продаются в банках там где продаются именно ювелирные всякие драгоценные металлы вот вы там также можете приобрести вот такую серебряную ложку далее следующий оберег который должен быть у вас всегда в доме это березовый веник знаете что березовый веник сгодится не только для похода в бане но и станет убежищем для берегини которая будет охранять людей живущих в доме от проблем людской зависти а также позаботиться о вашем здоровье чтобы оберег действовал изготовьте веник самостоятельно на растущей луне напоминаю именно на растущей луне ветки для него берутся с обычной белоствольной березы их следует срезать аккуратно а не ломать само дерево должно быть не старое без повреждений и без болячек оборвав листочки собираем веточки в пучок перевязав его ниткой красного цвета готовый веник размещаем на кухне его можно повесить на стенку или поставить на пол но обязательно ручкой вверх подметать полы оберегом возбраняется попробуйте сделать такой березовый веники пусть он у вас будет дома и служить вам оберегом следующее друзья это мед о целебных свойствах меда знают даже дети сладкий продукт используют для лечения многих болезней а также укрепление иммунитета и даже похудения однако мед это не только лакомство но и оберег приносящий в дом счастья и изобилия предпочтение следует отдать незасахаренному цветочному меду из разноцветия покупать мед можно без дачи к медовому ритуалу который желательно проводить каждый месяц ранним утром на растущей луне стоит приготовиться сделав генеральную уборку именно в доме обходим все жилище по часовой стрелке прикасаясь кисточкой смоченной в меде к углам там где пол и стенка находятся извините там где пол и стенка сходятся и оставшийся мед можно есть четвертое берег который должен быть у всех дома это конечно же подкова лошадиная подкова это один из самых сильных и популярных домашних амулетов особенно ценно настоящая подкова побывавшая на копыте вешается она по-разному в зависимости от того чего хочет от оберега владелец подкова следует разместить рожками вверх для привлечения достатка так как она лицелетворяет в чашу для наполнения или кончиками вниз наподобие купола для защиты от любого плохого воздействия но если вы не знаете что же как что же вам лучше делать то вы используйте подкову так одну неделю рожками вниз следующую неделю рожками вверх и таким образом у вас будут постоянно баланс ну и пятое берег который должен быть у вас в обязательном порядке дома это друзья колокольчик знающие люди утверждают что ритмичный колокольный звон обладает магической способностью очищать пространство убирая все негативно и сулит денежное обогащение колокольчики можно повесить над входной дверью так они точно будут звенеть регулярно привязав к ним три нити сплетенные в косичку красного белого и черного цветов к слову для тех кто одинок и хочет побыстрее встретить свою половинку советуем носить с собой два миниатюрных колокольчика соединенные вместе и любовь придет на их звон поэтому друзья попробуйте итак друзья мы с вами говорили о пяти самых сильных оберегов это была серебряная ложка березовый веник мед подкова ну и колокольчик друзья на сомбел канал эзотерика для тебя подписывайтесь на наш канал ставьте лайк если вам понравилось это видео но также пишите ваши вопросы и комментарии ваш канал эзотерика для тебя мы с вами прощаемся и услышимся друзья в следующих эфирах пока пока